28 марта в Неницком округе пройдет день бесплатной юридической помощи. Подробнее об этом нам расскажет председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Неницкого округа Павел Рахмелевич. Павел Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного поподробнее о самой Ассоциации юристов. Что это за организация? Это общероссийская общественная организация, образованная в 2005 году. И она объединяет в себе ведущих ученых, практикующих юристов, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, молодых юристов. Основной целью Ассоциации является правовое просвещение граждан, оказание бесплатной юридической помощи, повышение престижа юридической профессии, повышение престижа юридического образования в целом. И в этих целях Ассоциация участвует в общественной аккредитации образовательных учреждений, проведении общественных антикоррупционных экспертиз, законопроектов. Также проводится дни бесплатной юридической помощи. Для реализации этих целей на территории округа мы в 2013 году образовали региональное отделение Ассоциации юристов России в округе. Ну и практически все те направления, которые заявлены в целях и задачах Ассоциации на территории округа, являются у нас приоритетными. Мы сейчас вышли на ту ситуацию, когда мы будем проводить ежеквартально в конце каждого месяца, в одну из суббот, дни бесплатной юридической помощи. Уже в 2013-2014 годах мы уже провели таких дней 4, дня юридической помощи. И где-то около 100 граждан получили квалифицированную консультацию в рамках этих дней. Ну и вот... А вот кто в нашем регионе входит в Ассоциацию? Сейчас Ассоциация объединяет на 25 членов. Это юристы различных отраслей, от адвокатов до ведущих юристов нестинных компаний, от государственных служащих до молодых специалистов. Вот они объединены в наше региональное отделение. Двери у нас открыты и для дальнейшего поступления членов Ассоциации. Необходимо иметь высшее юридическое образование, опыт работы, желание работать и разделять цели и задачи нашей Ассоциации. Вот какие основные направления деятельности Ассоциации в нашем регионе? Это оказание бесплатной юридической помощи. Это разъяснение правопросвещения граждан. Одна из задачи, вообще все Ассоциации, это понижение правового нигилизма. И в этих целях мы в том числе участвуем в просвещении, в правопросвещении граждан в средствах массовой информации. Мы сейчас получаем аккредитацию в качестве организации, имеющей право осуществлять антикоррупционную экспертизу. И это тоже будет одно из наших мощнейших направлений. Кроме того, мы в 2014 году реализовали проект по помощи граждан, пребывающим из Украины. Около 40 человек получили квалификацию, консультацию юридическую, правовую помощь, как в существующих условиях защитить свои права и возможности. Вот это основные направления деятельности нашей организации. Ну вот, естественно, вот это мероприятие, которое 27 числа у нас пройдет, это вот одно из знаковых наших мероприятий, это оказание бесплатной юридической помощи гражданам. У вас проходит уже не первый год, с какими чаще всего вопросами обращаются жители нашего региона? Да, есть особые расставленные приоритеты. В основном одна из самых больших по объему вращения, это связано с строительством, жилищным обеспечением граждан, социальным обеспечением граждан. Есть вопросы по договорному праву, но вот в основном это социально-бытовое обслуживание населения, их социальные права, это самые яркие вопросы, которые чаще всего задаются членам ассоциаций на приеме. Вот 28-го пройдет день бесплатной юридической помощи. Куда могут обратиться жители Наринмара и жители региона? У нас будет проходить прием граждан с 10 до 16 часов в здании Центральной библиотеки Победы-8 в городе Наринмаре. Также будет осуществляться прием в Доме культуры поселка Искателей и в администрации поселка Индига. Мы в этом году приняли член ассоциации представителей из поселка Индига, и там также у нас будет оказываться прием граждан. А вот поподробнее, если жители захотят узнать более подробную информацию, куда они могут обратиться? Номер телефона есть? Значит, да, у нас есть номер телефона 2-18-87. Все желающие могут по этому телефону обратиться и получать консультацию. Либо прийти по адресу улицы Рыбников, дом 6А, это цокольный этаж, первый подъезд. Там располагается наше юридическое бюро, госюрбюро. Там всегда скажут, куда обратиться, каким вопросом, кто примет и так далее. Хорошо, спасибо, Павел Захарович. Напомню, в гостях программы «Социнфо» был председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Ненецкого округа Павел Рахмелевич. В отделении социальной защиты населения продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок и оплаты проезда для детей от 7 до 16 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году 300 окружных школьников будут отдыхать в детском лагере «Тимуровец» в Крыму. Путевки за счет средств окружного бюджета и оплата проезда предоставляются раз в два года. К заявлению необходимо приложить следующие документы. Копию и оригинал свидетельства о рождении. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, тогда нужно предъявить паспорт. Справку о составе семьи. Документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. А также документ, подтверждающий статус лиц, заменяющих родителей. Удостоверение назначения опекуном. Договор о приемной семье. Прием документов проводится до 31 марта в отделении «Социальная защита населения» по адресу город Нарьенмар, улица Сопрыгина, дом 9Б, кабинет номер 2. Более подробную информацию можно получить по телефону 497-48. Теперь документы и правовые акты Ненецкого округа будут публиковаться в электронном виде. Документы можно найти на официальном интернет-портале правовой информации. В тестовом режиме Ненецкий округ публиковал на портале свою нормативно-правовую базу с ноября 2014 года. На портале будут публиковаться четыре вида документов. Законы, постановления администрации, постановления губернатора и постановления собрания депутатов, которые носят нормативно-правовой характер. При этом власти Ненецкого округа не намерены отказываться от публикации этих документов в газете Нарьяна Виндер и сборники нормативно-правовых актов. Часть из них, особенно общественно значимые, по-прежнему будут доводиться до населения через официальные печатные издания округа. Официальным опубликованием нормативных правовых актов округа считается первая публикация их полного текста в официальном печатном издании региона или первое размещение на портале. Провести летние каникулы с пользой и получить заработную плату в этом году смогут 250 подростков от 14 до 18 лет. В рамках программы социальная поддержка граждан региона денежные средства выделяются работодателям для оплаты труда несовершеннолетних и для компенсации затрат работодателям. Сейчас проводится работа с работодателями и определяется потребность в рабочих местах. По предварительным данным, количество подростков, желающих подзаработать, может возрасти до 400 человек. В связи с этим Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения региона подготовлен проект в части увеличения размера компенсации работодателям, привлекающих на работу детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранее часть детей также трудоустраивалась по программе молодежи. Читая изменения в законодательстве, предусмотреть дальнейшее финансирование трудоустраивания детей по этой программе было невозможно. Сегодня мы прорабатываем вопрос, чтобы расширить возможность в рамках той программы, о которой я сказал ранее, трудоустраивание детей, чтобы охватить всех желающих, ну, как минимум, это показатели 14-го года. На каждого подростка в бюджете предусмотрено 1375 рублей компенсации. В итоге несовершеннолетние за месяц работы могут получить порядка 12 тысяч рублей. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете на приеме народных избранников. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Неницком округе информирует о датах личного приема депутатов. 30 марта вас ждет Виталий Кожевин, депутат городского совета. Прием проходит с 14 до 17 часов по адресу улица Смедовича, дом 20А, здание Культурно-делового центра Арктика, Оцплощади Марацей, телефон для справок 2-16-90. Получить консультации специалистов налоговой инспекции все желающие смогут 27 и 28 марта в рамках акции «День открытых дверей». Новогоплательщики смогут получить консультации по исчислению и уплате НДФЛ, заполнить и подать налоговую декларацию по доходам, скачать специальную программу и воспользоваться интернет-сервисами. Прием будет проходить по адресу улица Оленная, 25А, операционное окно номер 1 и 2. 27 марта прием пройдет с 9 до 20 часов, а 28 числа с 10 до 15. Окружные студенты-отличники, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, могут претендовать на специальную стипендию. Отличники вузов получат от округа 6 750 рублей, средних учебных заведений 5 400. Стипендия выплачивается единовременно по итогам учебного семестра. На социальную поддержку могут рассчитывать студенты учебных заведений округа и других регионов России в возрасте до 23 лет. Документы на получение денежного поощрения принимаются в отделении социальной защиты до 31 марта. Более подробная информация по телефону 4 97 48.